Таунхаусы и два многоквартирных пятиэтажных дома – вот что должно было появиться здесь, в поселке Ворске Рязанского района под занавес уходящего года. Об этом свидетельствуют проектные декларации, размещенные в свободном доступе на сайте федеральной программы «Жилье для российской семьи». Квартиры здесь предоставлялись на льготных условиях определенным категориям граждан, работникам соцсферы, бюджетных учреждений, военнослужащим, молодым семьям до 30 лет, имеющим одного и более детей. Застройщик выбирался нашим правительством на основании аукциона, который состоялся в 2014 году. Сама земля, на которой расположен объект, принадлежит федеральному фонду АИЖК, агентства ипотечного жилищного кредитования, и выделялась под застройку объектов для льготных категорий граждан. Ипотека со сниженной процентной ставкой, скидки на квартиры. Чтобы получить такие привилегии, дольщики собирали данные. Люди надеялись, что, участвуя в государственной программе, получат объекты в апреле следующего года, как это планировалось. Но сейчас здесь построено только три этажа одного из домов. Стройка заморожена с лета текущего года. Дольщики живут обещаниями. Последний раз застройщик озвучил, что работы продолжатся с 15 декабря этого года. Мы решили выяснить, почему этого не происходит. Прокудин Александр Васильевич, директор рязанского филиала «Килстроинвеста», так и не перезвонил Роману. Нашей съемочной группе также не удалось связаться ни с одним представителем компании, ведущей строительства. Раньше в офисе на Проволыбске, ну это офис «Килстроинвеста», там было много людей. Вот туда приходили, там и менеджеры были, и всякие другие персонажи. И сейчас всех сократили, насколько нам известно. Сейчас осталась там одна девушка. По словам Дмитрия, каждый раз эта девушка предоставляет дольщикам разную информацию о процессе строительства. Кроме того, граждане рассказали, что на недавнем совещании, которое состоялось в рязанском офисе «Килстроинвеста», приняли участие совет директоров компании «Застройщика» и полномочный представитель рязанского минстроя Александр Александрович Токмачев. По итогам этого совещания Александр Александрович Токмачев утверждал, что соберет нас в офисе рязанского филиала и сообщит о результатах дальнейшего строительства. С устных слов было подтверждено, что грандиозного масштабного строительства проводиться не будет. Если какие-то движения по стройке будут происходить, то это будет в индивидуальном порядке. Дольщиков так никто и не собрал. Для общения и выход из сложившейся ситуации они хотят найти в освещении проблемы. В их интересах, чтобы дома все-таки были достроены, поскольку люди боятся разрывать договоры с застройщиками. Ведь нет гарантии, что им выплатят полную сумму, взносы за ипотеку и процентную ставку. Хотя это вполне будет возможно для людей, купивших квартиру после наступления 2017 года. С 1 января в законную силу. Теперь денежные средства люди могут получить с компенсационного фонда. Все денежные средства, которые были уплачены по договору, и если подтверждением этому являются кассовые товарные чеки, то, соответственно, все денежные средства можно будет вернуть. Пока на запросы дольщиков прокуратура Рязанского района дала ответ. Сейчас по факту мошеннических действий застройщика «Килстроинвест» проводится процессуальная проверка. Однако, пока тянутся все эти разбирательства, дольщики продолжают оставаться в неизвестности. В основном, они все одновременно снимают квартиры и платят за ипотеку. В свою очередь, правительство Рязанской области обещало урегулировать данный вопрос, чтобы люди, наконец, почувствовали себя уверенно и комфортно в честно купленных квартирах. В любом случае, дольщики с их проблемами один на один не останутся. Я занимаюсь этой проблемой, ответственные лица занимаются этой проблемой, и мы делаем для этого все, чтобы решить эти вопросы. Не затягивать, как это было раньше, когда люди по пять лет не могли добиться решения их вопроса. Этого не будет. Глава региона говорит о том, что дольщики не останутся со своей бедой один на один. Людям остается надеяться, что помощь к ним придет в кратчайшие сроки, поскольку им тяжело находиться в неопределенном состоянии.